Привет, дорогие подписчики и зрители канала! С вами снова Джек Шепард, Ярослав и я, Артур. Поздоровайтесь, бойцы! Всем привет! Всем здорова! Мы находимся около аэропорта Красностава. Предыдущую серию мы заканчивали, вернее, в окрестностях Красностава, но потом мы добежали сюда, между сериями. Мы на другом сервере, тут у нас пасмурт. Что ты думаешь по этому поводу, Ярослав? Я думаю, если пойдет дождь, в принципе, было бы нас хорошо прикрыть, но думаю, он пойдет нескоро. Так, давайте выдвигаться к аэропорту, но сначала нам нужно добежать, как нам пересечь это поле взлетное. Все правильно, смотри, идем вот сейчас здесь, я по карте посмотрел, здесь вдоль дороги все время будет лес и потом нам повернет налево прямо к аэропорту. Окей. Все будет лесок. Ну, я думаю, есть. То есть нас не спали, то есть направо иди. То есть ты хочешь прямо подойти в упор к этим ангарам? Ну, мы вдвоем подойдем, а ты вот сейчас мы дойдем там до улицы и поднимешься наверх и будешь нас... Джек Шепард, ты точно ниндзя сегодня? Ты где? Я ниндзя. Я же тебе говорю, вправо иди. Пошел. Вот, Артур, сзади, 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 сзади. Так, ну давай, я не понял, конечно, смысла в этом вовсе, но ладно, пойдемте. Ну, слушай, у нас... Я хотел с той стороны прикрывать, вон, с тех кустиков. Но раз с этой, то ладно. Может, тебе лучше на горку забраться, которая на... Ты просто посмотри, где тебе позиция будет удобней. Да. А уж мы там... Короче, вы идите туда, я пошел в противоположную сторону, по этой вот лесной гряде пройду, а бегу по-быстрому, так быстрее будет. Ну смотри, чтоб главное нас ты мог видеть. Главное, чтоб мы знали, что именно ты там, а то будет кейн снайпер по нам палить. А мы так стоим, а Артур он защищает. Артур, и начнем тебе честь отдавать. Буй, буй. Все, два трупа. Нет, один я убегу. Нет, Петросянень, аккуратней давайте. Так. Там, по-моему, тихо, 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 тихо. Что такое? На вышке кто нет? Нет, на вышке-то чисто. Нет, это просто я тебе не испугался уже. Так, а может подожди, давай еще не будем так заворачивать, еще дальше пройдем. Ты меня не потерял из видов? Да ты где-то рядом. Я так валюсь, ох палюсь, ох палюсь. Я через дорогу перешел. Да не один ты. Зачем ты сразу пройдешь? Пойдем вон там с горы обойдем. А зачем он что-то? Ну можешь слева пройти. Сейчас я войску просмотрю. Вообще, в идеале было бы, я думаю, если бы мы с трех точек заходили. Понятно. Да я думаю, двух точек хватит, а мне как-то все-таки спокойнее, когда я знаю, что я вас еще прикрою. Ты видишь вход в ангар и вот типа охранная ворота? Нет, я вижу. Я не тебя спрашиваю. Ну говори тогда, кому говоришь. Артур. Чего? Видишь, здание вот входное маленькое, будочка. Ну, да. Вот я туда сейчас буду подползать в том районе. Ну там со всех сторон по зомби, спереди два, сзади один, еще подальше один-один. Значит, нам как, в ангары надо заходить, нет? В ангарах, я не уверен, будет ли там что-нибудь. А там в основном станаги, я думаю, будут лежать. Посмотрите, вы где вообще сейчас относительно ангаров находитесь? Я относительно нахожусь сзади ангара. А я нахожусь, наверное, прямо напротив тебя, Артур, на пригорке. На пригорке? Ты на пригорок поднялся? Да. Я думал, вы по этой полосе лисочка пойдете. Говорю, здесь? Да. Чуть-чуть. Видишь меня? А, блин, сейчас с этим прицелом надо сводиться. Маренька, я все к нему не привыкнула. Он слишком большое увеличение дает. Я вижу Ярослава. Вот он ползает по колю. Меня видишь? А ты где от него? Чуть правее. Я с задней стороны ангаров на пригорке. Вон, похоже, чуть-чуть встаю, сажусь, чтоб ты меня увидел. Ой, ты лучше не заморачивайся, а то сейчас тебя кто-нибудь другой увидит. Хе-хе-хе. Я тебя не вижу, короче говоря. У меня закрыт елками. Я за вторым амбаром. Подожди, я тоже за ним. Пышки где-то замкнул. У меня к вышке обзора особого нет. Я тут крышу ее вижу. А без проблем. Я тут буду прикрывать. Осторожней, зомби только. Окей, окей. Зато я добавляю экшена в игру. Хе-хе-хе. Ну смотри. Поляжемся, будет такой экшен. Ну, в комментариях. Да, Аленбур был убит. А, ну я буду надеяться, что это электрозавод. Так, смотри, там очень далеко вышка, и нас уже видят. И мне, блин, походу звонят. Нет. Это смс-ка сейчас придет. А, кто-то пишет. На вышке никого похоже нет, потому что я давно уже за ней наблюдаю. И никакого движения есть. Только внутри кто-нибудь сидит и ждет. А ты дальнюю смотришь? Я диспетчерскую вышку смотрю. А, я тебе про дальнюю. А, я тебе про дальнюю. Ты где-то еще должен быть? Чего? Зомби, зомби, зомби. Нет. Не игрок зомби-зомби. Прям ко мне же. Я за тебя инфаркт получил. А, и вы зомби тоже бойтесь. Как вы помнишь, Джек Шепард, мы в магазине с собой встретили зомби. Он от 12 тысяч жизней оставил мне полторы. Сломал кость и просто порвал в клочья всего один зомби. Помню такой зомби. Слушай, у меня было 7 тысяч зомби и меня просто одним ударом вынесли. Я сознание потерял кровь. А вы там где-то гады меня предали. Бывает такое. Бодя был убит. Да, кстати, что-то мне не нравится, что много людей видят. Так, здесь проволока натянута. Можешь... В общем, Артур... Так, там по-моему зомби на крыше ходят. Лышки? Нет. Нет его. Только что посмотрел, кто-то шел. Если там слышишь шум, то это ничего хорошего. Тихо-тихо. По-моему, я слышу мух. Мухи-то не страшно. Это если ты слышал бы, а ты одну услышал скорее всего. Нет-нет. Рой? Да. Да. Ну-ка я звук прибавлю немножко. Слушай, нападите. На временах дожди. Водичь, пенчерская, я не хотел бы забираться вверх. Сколько бы мы оставим метров четыреста. Не, вроде бы это просто гол. Так, ну короче, Артур, ты помнишь, да? Вот как раз сейчас же сель, по-моему, выходил, где мы вышку очистили. Да. Ну, короче, я с левой ее стороны. То есть давай... Оттуда, откуда ты залазил никогда. Шепард, может... По лестнице? Дым. С другой стороны лестницы. Ага. Где поле? То есть Шепард. Ау. Может, я кину дым отвлеку и сможешь залезть прямо по лестнице? Пока что палево. Я полезться не хочу. Если мы кинем дым, мы тогда кидали дым и сразу кто-то чё здесь написал. Опять чуваков великого, что кто-то там кинул дым и... И вы сваливали. Так. А тут зомби идет. Каски. Наверху прыгун. Посмотри, Артур. Прям наверху вышки. Да, появился. Встал. Он по лестнице полез вниз. Нифига. Да ладно. Ага. Он спустился пониже. Сейчас он зайдет в саму внутрь, в стеклянный этот стакан. Нет, он сейчас с края сверзится. А нет, он пошел ко второй лестнице. С уличной стороны. Ты смотри, какой умный. Интеллектуал какой. Еще одного чела там убили. Он по лестнице спускается, я вижу. Блин, осторожно. Ярослав, отступай назад. Он сливать тебя будет. Вернее, справа. Я у того забора, Артур, у которого ты тогда ныкался. Куда ты пошел? Смотри, тут двое. Зачем тебе вот этот экшн? Вокруг здания четверо, как минимум. Блин, один ко мне идет. Как они меня чуют? До него еще, конечно, сто метров. От тебя пахнет страхом. Я бы сказал тебе, чем от меня пахнет. В принципе, я могу. У меня есть момент на то, чтобы залезть внутрь вышки. Ну вы давайте ее чистите. Мы за этим сюда пришли вообще-то. Так там проволока, да? Да, там проволока. Вот проблема номер 1. Тебе придется тогда через этот сбоку. Давай сбоку, я тебя сейчас буду крыть. С какой стороны, чтобы мне сдать, что я со стороны Артура. А где сторона Артура, по-вашему? Я же вам не говорил, что я сменил позицию и стою в углу. А я приблизно знаю где-то. Здесь все проволокой замотано. А наверх залезть никак? Там ползу уже ползу. Так, ты давай уже разбирайся со своими зомби. Ну как ты умудряешься? Это он бежит. Это я. Твою мать, ты че их сагрил-то? Это не я их сагрил, это они сагрились. Я тебя пристрелю щас. Так, а то я по лестнике ползу наверх. Ползи. Там на вышке чисто. На вышке чисто бежит раз, два зомби бежит справа издалека. Ты с калаша стрелял в них что ли? Да. Третий бежит слева, четвертый слева. Сам справляйся с этим, я тебя прикрывать не буду. Так, без проблем. Так, ты наверху на вышке. Так, я пока на вышке осмотрюсь. Крови у меня хватает. Че зомби к тебе идет? Не может быть. Если че, шмали эту. Гранат. Так, здесь патрал пак обыкновенный. Так, это ты стреляешь. Так, я не понимаю. Магазин ТГ-17, Артур. Возьми тебе рюкзак. Ну, если в рюкзаке есть место, возьми. Но... Осторожно, они поднялись к тебе наверху на крыше. Так. Да я тут уже... Игра по всем своим бедом. Блин, как не вовремя, ну-ка. Headshot. Еще один прилет. Видите, как заметили они? Меня? Вот так. Да. Без понятия, как они меня заметили. Так, а гранаты здесь есть одна. У меня тоже есть дымка, в принципе. Смотрите, у меня все нормально. Так, не видно, что бы люди писали. В хум чуденький аэропорт. Нет, я слежу за этим. Но здесь, в принципе, вообще толком ничего хорошего нет. Да. Можно ли бинты, можно ли бинты. С одного и с двух. Ну, если бы мы не сходили, то мы бы не знали. Да. По лесенку спускайся вниз, здесь вроде что-то лежит. Давай спускайся вниз, оттуда ты вряд ли выбери всех. Я пока к ангарам. Так, магазин ДПМ две штуки. Банк из газировок. Одну выпью и возьму потом. Так, у меня тут один зомби далеко, еще один далеко. Я уже, короче, походу всех зомби в округе попрививал чуть-чуть. Видишь зомби, ложись. Ты нас когда-нибудь точно всех убьешь. Вон ты ползешь. Ты в небольшом здании зомби отстрелил, да? Да. Он не ползет вообще-то, он согнувшись. Нет, в смысле согнувшись, да. Блин, ты смотри, это вообще, кажется, другого человека видишь. Что-то еще лежит. Болеутоляющие, дымовая граната, дымовая граната, станак 30 патронов и все. Так, здесь у нас что, G17, есть немножко патронов. Я три магазина, я, наверное, поменяю. Андер был убит. Да, еще кого-то убили. Отмечай я тогда. Ну, здесь реально я слышу мухи. Все-таки есть мухи, да? Все-таки есть, да. Прям внизу, вот, у заблокированного входа. Так ты туда ж можешь подойти с другой стороны муха. Или не хочется. Так, ну че, я спускаюсь по лесенке. Наверху-то я думаю ничего нет, а ты тут подняться, посмотреть. Наверху, вряд ли, что-то. Но там наверху ты будешь как на ладони. Ну, артур смотрит, вроде. Лайк. Ничего тут нет. Ползи. Блин, вообще, вышка какая-то бесполезная оказалась. Ну, ладно, че ж позвать. Один рожев для G17. Так, спускаешься. Да ладно, в ангаре только G17 взял, тоже не густо. Здесь, кстати, эти подушки еще наложены. Какие подушки? Ну, которые... Мешки с песком. Мешки с песком, да. Подушки. Это очень полезное уведение. Ярослав, осторожен. Тут один прямо около входа в амбар ходит. Ой, в ангар, блин. Видел. Че вы путаете такие вещи? Мы их не путаем. Я вот никогда не перепутаю амбар с ангаром. Просто заговариваемся. Мы понимаем разницу. Так, один зомбяк. Блин, здесь такое шумное место вот на этом аэродроме. А я, короче, сейчас к тебе назад отхожу на пригорок. Нет, тебе нужно повернуться где-то на 30 градусов налево. Сейчас еще сюда в маленький этот зайду. Я когда-то здесь нашел свою первую пушку. Так, да, я вижу тебя. Артур, я у стены. Я, короче, возьму химсвет. Ты меня видишь? Нет, я тебя спрашиваю, ты меня видишь? Я пока что за Ярославом слежу. Ну, вот прям вперед еще прицел проведи. Я прямо на параллели буду. О, да, ребята, спички. А что ты там делаешь? Я иду к Ярославу сейчас, и мы отойдем к тебе, и потом... У тебя на дороге две зомби? Так, ну я, короче, вот если ты сейчас разбежишь, Джек Шепард, то где-то на три часа к тебе я в углу, короче, этого аэропорта. Поняли, где я нахожусь? Понятно. Нет, нет, нет. Чуть левее. Окей. Так, еще. Вот так, да, вот сейчас Джек Шепард прямо на меня смотрит. Окей. Джек Шепард. Я думал, ты меня направляешь. Так, а ты у нас что, вышел? Кто? Да, я вот уже вышел с аэропорта. Ага, вижу там два зомби мертвых лежа, да, рядом с тобой. И так, Ярослав, маленько правее, где-то на три часа. Так, сейчас. В зелень есть кто спрашивает? Еще правее. Вот, да, примерно так, еще чуть-чуть правее, и как раз на меня выйдешь. А, я понял где-то. А, здесь прямо лежит с кучей патронов. Это я его выложил. А ты тоже зашел в ту будку, что ли? Нет, он в ангаре. Нет, он в ангаре. Здесь лежит. А, фиг ли ты зашел, ты если ты мой Ярослав был? Ага, сейчас Ярослав был. И сама. Да ладно, я его не видел. Возьми, пожалуйста. Промаргали самый нужен. Слегка. Так. Ярослав, ты где? Бегу. Все, я взял три рожка. Что? Где ты там нашел, блин? Так вот, прямо напротив твоего пистолета были. Не видел, отвечая. Может треснулась? Да, может треснуть. Пусть я D17 как выкинул, там ничего не было. Ну, взял, точнее. Ой, видишь меня? Вепон с каких-то. Бравее. Тут враг. Иди сюда в враг сейчас. Так, теперь меня выводить. Так, ты в дальнем амбаре, да? Я уже вышел из него. А, это блин, я думал, кто там чавкает, а ты чавкаешь, оказывается. Я не чавкаю. Так, вот ты прямо на меня идешь. Вижу Ярослав как бежит. Да, да, он как раз рядом со мной. Блин, почему-то я слышал этих крики зомби. Типа так, и мне кажется, что я спалился. Да нет, пока что тебя никто не видит, они очень далеко от тебя все. Ну и как меня колбасит. Еще часа отдышишься. Скажешь мне потом, как вставать можно и бежать. Ай. Вставать и бежать? Да. Ну что, просто встаешь и бежишь? Ну нет. Именно момент, когда я уже буду далеко от них. Вставать и так как бежать, я знаю. Ну, в итоге ты сам встал и побежал. Какие вопросы-то? Да. Так, а вот здесь как раз новичка. Потому что Шепард Гладиус. Нифига не знаю. Сейчас можно, в принципе, знаешь теперь, какой дальше придется делать. Ну, по карте гляньте. У меня нету. Довольно бесполезно. Плотили пройтись. От плотины к Петровке там и вниз, 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 вниз и дойти все-таки до Завногорска. Это к плотине дофига пилять. Да не так уж. Ну, как бы по верхней части карты. Ну, сейчас это нам туда идти. Справа налево. Нам сейчас идти вот в эту сторону, куда я смотрю, выходит. Так, это нам вот так вот нужно. Вот так пойдем. Вот так пойдем. Направление я риски не вижу. Ну, короче, как-то вот так вот. Ну, направление, если быть. Нет, нет, ты не туда смотришь. Какие-нибудь. Вот так, вот видишь, куда я еду, вот туда нужно идти. Так там же не Зеленогорск. А, понял, прямо это. Мы просто пройдем, да. Мы не к Зеленогорску пока. Не, я думал, мы в Красноставу оттуда по дороге. Не, в Красноставе что-то мне больше не охота. Ну, там, негостеприимно. И ничего особо хорошего нету. Не-не-не, я просто оттуда и бегал. Именно от дамбы. Угу. Понятно. Понятно. Так. Человек, когда бежит, его движок с ума сводит. Багфест самый настоящий. Твоё как раз. Да. Есть такое дело. Да ладно, чуть можно. Вот как сказала, у меня начало лагать. Калснаки был убит. Не знаю, у меня вообще на этом сервере с частотой кадров очень хорошо всегда. Да, тоже самое. У меня сейчас 27. У меня только один раз подскочило, когда два зомбика мне залезли на вышку. Не знаю почему. А чё нам вообще на этой плотине победы делать? Чё нам? Я говорю, не к ней идти, а мимо неё пройти и идти. И как бы, ну, примерно по тому курсу, по которому мы так раз. А, ну да, в принципе. Ну, это сейчас только минут десять занудного бега. И народ опять начнёт на спинах в комментариях. Да. И он ю и фей. Ээээ. Пороится, ну чё, по опушке вот так пойдём. А карту нужно что-то стучить. И... Карту найдём себе, найдём. Да, я думал просмотреть путь. Ну, нам вообще там где-то, смотри, погорёвка там. И там прямо вниз путь к Зеленогорску. Нам вот как-то в ту сторону надо бежать. Нам сейчас, знаешь, как лучше сделать? Вот сейчас по опушке обойти красностав, от него пойти гвозно. В гвозно маленько потусовать. Да, да, да. И от гвозно уже так. Гришина, потом Кабанина. И у нас до Гришина далеко опилять. Сусанина, мы, между прочим, не так и далеко были, когда две серии назад ты нас повёл. Да. Там до Зеленогорска было три мидии. Не забывай здесь. Так, у меня что-то в этот раз, в этой жизни мало зомби убито. В этот раз я всех прикрываю. Мне всего двадцать семь. У меня двадцать шестнадцать всего. Слабаки. 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 Иду-ка. Если ты будешь в центр города забегать и стрелять из клаша в воздух, то да, у тебя будет побольше. Зволь почему всех. Хватит политься. Смотри. Иду-ка, аэропорт не откажутся от компании. Интересно, какому аэропорту он идёт? От пули в лоб тоже не откажется, наверное. Класс 66. Слушай, по-моему, вы за двадцать в серии, а я за два дня стал довольно кровожадным. Кровожадным. Ну, как тебе сказать. Зимы такие, жизнь такая. Да-да-да. Стандарту так. Нет, на самом деле, я вот как только первый раз зашёл в DayZ, просто ещё знакомлюлся. Вроде все тупо вот были дружественные. Подхожу там, QE, QE, всё нормально. А потом каждый получил по выстрелу в затылок, в спину. А потом, как я с вами потусовался, меня начали все убивать. Ну вот. Да. Это мы виноваты, короче. Да. Испортили ещё одного человека. Да ладно. Я всю жизнь в GTA любил людей помочить. И сегодня в GTA. GTA, окей. GTA, вообще правильно. Grand Theft Auto. GPS, да? Ага. Так, раз на старт обходим. Ничего, это ещё только третья серия сегодня. А сегодня много серий записать надо. Уважаемые зрители, вот эти вот серии, которые вы видите на этой неделе, от первой до последней записаны за один день. Поэтому, если в каких-то сериях мы будем купить, то это меры вынуждены, потому что Джек Шепард у нас, ему на вас плевать. Он уезжает в Москву. Нормально тогда сказал. Ну так это справа-то. Да. Короче, мы тут всё грузить надо будет практически. Да. Нормально всё? Ещё по 15 минут серия грузится на YouTube. Нормально. 15 минут? Да. У меня каждая серия грузится. Ну я её, правда, в последнее время вообще не сжимаю. А как этот обнаружил, что на YouTube теперь нормально допилили по расписанию, чтобы серии закладывались. Ну вот. Поэтому я больно по размеру не заморачиваюсь. У меня в среднем одна серия, сейчас где-то по 5 гигов есть. У меня по 4, по 5 тоже. А так до этого я серии до 2 где-то уже мало, но там качество похуже было. Да он чёртный! Слышали это? Чёрт. Да он чёртный! Кто-то сказал в микрофон. Блин, это вот как, помнишь, я радиопередачу слушал? Когда мы у циркушки шли, кто-то в жопу посылал нас. Да ты этого не услышал. А у меня так было прямо отчётливо. Он таким голосом жалостным сказал. Блин, мне реально захотелось посмотреть на это. Так, мы бежим по полю. Всё из-за того, что я бегу по полю, а вы побежали за мной. Ну да. Ну я не боюсь бегать по полям. Я боюсь бегать по полям возле нацелённых пунктов. Кто-то у нас опять залагал, опять у Ярослава голос плохо слышно. Да ладно? Ну, сейчас нормально. Сейчас нормально. Лучше так, чем на всё время. Что-то, блин, намазить даже надо. Ну всё равно, скайп он получше, чем в стим, потому что задержки нет голосовой. Да что, стим это вообще ужасная вещь. Ну как ужасная. Ты не пробовал батлллок? Да. Да. Есть ещё такая вот программа даже. Я не знаю. Мамбл называется. Зонаты переговора вот так. Клава, команда. А то то по аудичным. Вот их. Программы. Опять Ярослава плохо слышно. Часто слышал про этот мамбл. Ну мамбл вот такая вот такая программа, да. Знаю. Многие говорят. А где можно, если это, ну там, какой-то серф TeamSpeaker, чтобы DayZ с вами поговорить ребятам, а куда зайти? Ай, понимаем, такие классы. Кстати, TeamSpeaker вообще оптимально был, потому что весь канал жрёт именно DayZ, она очень к каналу прожорлива. И из-за него часто вот именно Skype, он тоже достаточно такой голодный в этом плане, начинает вот так вот железным голосом говорить. Как этот, как его был из Saints Row. А, там такой у него. А, да-да-да. Он такой. Я в такой не играю. Бывает. Вообще смешная игра. Я помню, как я его спасал. Когда он там китайскую тележку привёз. Мы отстеливались, это капец был. Глумовым, значит, уроником. Молчайные платы. Так. А вдруг это уже бежит и даже не останавливается бежит. Я по дороге бегу, то слева, то справа от неё. Просто, что где менее заметно, там и стараюсь держаться. Лишь бы не по кругу бегали. Не, это нормально. Сейчас по этой дороге мы минут через пять придём в Глозно. Пока что бежим и разговариваем обо всяких сенс рулах. Да. Видел трейлер Хитмана последний. Видели трейлер Хитмана последний? Да, в Гермонавте привал. Это не Хитман, но как трейлер это было классно. Я как-то. Но выглядело круто, да. Но это вот. Я не знаю, дальше там осталось ему драться только со всякими мариачи, да с Зорвами всякими. Или с убийцами в костюме клоунов. Хотя зонби в костюме клоунов уже, ой, убийцы в костюме клоунов уже были. Да. В Бладмане. Ну да, не клоуны, а петрушки клоунов. Ну в костюме бедухов, но. Но там всё равно это как-то было более-менее оправдано. Но я немного ещё посмотрел геймплей миссий в Ченотауне, где там надо было главаря ченотаунской банды убить. И в принципе по вариативности довольно-таки скупо вот в этой миссии именно всё было. В принципе можно было передать. Да игра как и Splinter Cell превращается в конвейерный такой. Да. То есть больше шутер, чем Splinter Cell. Ну если честно, я вот Hitman, наверное, одна из первых игр, которые проходила, я до сих пор помню этот кошмар. Это Hitman 1, четвёртая миссия убийства Лихонга. Это вот такое, что на всю жизнь. Ну, зато она запомнилась. Тем, что там тоже много всяких разнообразных вещей. Джунгли ещё. Джунгли вот я ненавижу. Они там вообще не к месту были. Это ж просто жесть была. Это как в этом. Тени и Линчи 1. Тоже джунгли тут конечно. На кой хрен вы там их поставили? Из-за них вся игра использовалась. Ну. Я уже реально там, когда катался, мне прям команда так перед глазами всё время вот. Скакивал. Скраб у Фа зашёл. Скраб у Фа. Да. Как он нас нашёл? Не знаю. А-а-а. Этот просто человек зашёл. Они нашли нас. Я не знаю как, но они нашли нас. Ты не забоишь, что стим меня не отображает через бетку. Отстреливайся. Отстреливайся вы со стороны. И, конечно, та миссия, это до сих пор помнишь тот геморрой, сотни перепрохождений. У меня тогда ещё бабушка сидит. Слушай, Белок, говори типа «Скоро от тебя эти дядьки уже будут узнавать на подходе». По 50 раз там, да, за наркотик. Да, реально там просто по 50 раз. Там ещё смейс был. Первая, она ещё не сформировалась. Там много всяких. Да, там было кривого. Вторая, третья, четвёртая. Там самый высший пилотаж. Это когда получаешь ранг Silent Assassin. И вообще, там, несчастный случай, там, люстра упала. Никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Я подсыпал. Хотя, чаще всего, по-моему, все делали кровавого почтальона, чтобы в конце, в конце, на карте вообще ни одной живой души. Ну, это… Ну, это так уже, если знаешь, как бы, после того, как прошёл, побеситься. Я помню, я Blood Money проходил на Silent Assassin. Мне больше всего нравилась миссия в типичном таком американском квартале, где можно жену, там, поджечь на барбекю. Со снайперки, там, можно было убить. Ну, короче, вариантов было куча. Там пончики, блин, отравить, принести мужикам в фургоне, которые сядут в ФБР, их захавали и умерли. Потому что, блин, это круто. Я помню, там, духовая линтовка лежала, ну, в деревянном домике. Да-да-да, в детском домике. И я из него такой не вкурил в цель и стреляю. Такое палево было. Ещё можно было мусорщиков в мусорке, там, затрамбовать. Да. Ты в амбар пойдёт. Это было круто. А чё двухэтажный? Амбар, суди, пахну. Ладно, двухэтажный я. Я люблю двухэтажный. Стоп, так мы же были в нём. Пацаны, ребята, мы тут были и вон туда наверх поднимаются. Но мы были на другом сервере. А, точно. Ну, я не знаю, не думаю, что здесь что-то есть хорош. Когда мы возговорили, там фигня была. Пожрать, попить можно и скинуть. Да, пожрать, попить как раз. Ой, я чё-то в чат крикнул случайно. Тверим пистолет. Чит. Не думаю, с твоим наумником всем без разницы. Можно ещё потом на вышку сгонять. А где ты вышка? Не-не-не. Ну, личную вышку замечает. Помнишь? Да нафиг ты вышка. Где ещё Ярослав зомби-то согнулся. А, да-да-да. Я понял, где мы находимся. Это было как вчера, да? Да. Хе-хе-хе. Ну так. Для было как позавчера. Да, это было как позавчера. Да, это было как позавчера. Так, ну в этот раз зомби не так много. Ой-ей-ей. Ой. Сказал называется, да. Так, ну чё, давай как в прошлый раз, я и сюда, ты сюда. Ну окей. Так, тут ничего нет. Сейчас люди будут сверять. Так, мы либо шли в усидящном из другого входа. Да. Так, здесь лежит Винчестер. До задницы. Самое важное оружие в игре, конечно же. Ой, да ладно. Здесь ещё один. Здесь МК-3 есть. Наверху ничего нет. Самая, самая тихая пушка в игре. У тебя наверху лежит топор, а чё за стогом сена я не вижу. Можно мне топорик? А, топорик мне Ярослав отдал, так что себе бери ещё. Можно мне топор? Ты хочешь как точно берсерк с двумя топорами? Ага. Ты хотел. Так, идёшь. Со снайперами. Это было бы и пища. Так, чё, я могу выходить? Ну, можешь, только зомби. Отлично, отлично. Прикрываешь? Да. Нет, ну он далеко ушёл, всё нормально. Я бы сказал, что опасность какая была бы. Так, ты где-то у указателей? Я правее тебя где-то в метрах десяти около дерева. А, вижу. Блин, тебя вообще не видно так. Ну, я же, блин, спрятал всё всё-таки. Так, и второй бежит. Ты чуть-чуть присядь всё-таки. Я присядь. Я присядь. Я же присядь. Блин, ну и морда у тебя шарапов. Чё, плохая? Да, ну, похоже, в принципе. Оба в таких очках модные. Один я, блин, как-то от вас. У меня форма крутая. Ты от нас отличаешься, да ты вообще какой-то, не знаю, блин. Я не знаю кто. Дедушка. Это реально. Да. Дедушке уже вообще пора. Так, ладно, давайте идём дальше по дороге. Слушай, это чудо-кас ЛРПД, короче, закинуло сюда. Ага, я всегда им играл в ЛРПД. Я тоже. А во вторую часть я играл большим чёрным парнем. Тоже. А я во вторую часть всегда играл вот этой, как её там, Рашид, что ли. Не знаю почему. Она меня бесила больше всех, но я ей почему-то всегда играл. А этот, коуч, тренер, был похож на этого Хелли из Team Fortress. В Team Fortress я, кстати, не играл. Я тоже вообще, у него, кстати, ни одной, вообще ни одного раунда, ни одной серии. Ой, кто-то, серии. Думаю, всю серию в мире. А ни одной игры, короче, вообще у меня не было в Team Fortress и даже не пробовал. Если игра, мне всегда хотелось с неё поиграть. Она, я понимаю, что прикольная. Да, ну как-то всё. Вот у меня, например, тоже как-то всё. Вроде можно, вроде можно, а то являться с другими играми. А, так. Тащи топор, Ярослав. Я нашёл. Вот. Что ты нашёл? Паганка. Паганка. Руби её. Руби её полностью. Так, ладно. Рассадите. Не только вам, Петросяне. Мне тоже иногда хочется. Так, мы гвозно… Петросяне цинки, да? Нет, мы гвозно ещё не подошли. Но мы друг друга стоим в этом деле. Скоро подойдём и может серию завершать, потому что опять мне нифига. Времени засяд. Скажут, Джек Шепард, блин, он меня раздражает. Он всё время торжёт, так туры. Хватит серию завершать. Да, да, да. Всё, серию завершать нам. Тринадцать минут прошло. Он ещё там… Та нет, мы на туре минут только тридцать. Шестичасовая серия. Какого чёрта? Хочу ещё десять минут, да? Какая шестичасовая? Кстати, заметьте, реально у всех флэйщиков что-то так похоже. В Left 4 Dead играем за одних, я же у всех коты. Так, окей. Можно уже создавать эту свою секту. Кашкалюбов. Все у кого есть коты, да, и кто играл за определённых персонажей по определённых играм. Так, а мы подошли куда-то. Это не гвозно, по-моему, ещё. Да, гвозно вроде как далековато, но вон там коровник я вижу. Да, да, это… Хотя я бы с тобой поспорил. Там вывеска есть. Возно, пусти. Ты в бинокль посмотрел? Большой какой-то… Тут почему-то якорь перевёрнутый нарисован сверху. Набор домов. Это значит, там морячки тебя ждут. Гвозно правее вон от нас, да. А вот это… Не мой. Ой. Ой, фпс. Фпс грузит. Фпс руки. А я бинокль достал. Понятно. Так. Вы где там? А мы слева? Да, фпс, конечно. Пока эта деревушка прогрузится, она упадёт. Ну… Альфа. Идвозом справа от нас будет. Куда двинем? Мы в коровник сначала пойдём, наверное. Ну да, всё то и дело. Только я сейчас попью водички. Вот заодно водички найдём новых. По-моему… Сколько в тебя лезет? Живёт и живёт, да? Альфа. Лучше ксардосу не пересчите в выборе места, куда мы идём. А башню где-нибудь ещё тут отфигачишь. Все. Ну натурально на ксардоса похож. Ну я говорю, что… Только в очках. А ещё в очках. Ну, ксардос профессор может быть. Так, сегодня у нас какая-то петросяцкая серия. Да ладно. Офигеть. А что делать? Симулятор, бега по лесу? Это не очень. Немного разряжаемся хотя бы, да? Да ладно. Так, мне хочется экшена, мне надоело сидеть вас прикрывать. А там, кстати, вижу двухэтажку. Эй, по двухэтажке это не всегда открытое. Я понимаю, по-моему, в эту двухэтажку мы зайти не сможем. Смотри, там… Слева… Слева зомби, да. Спереди зомби. Так в чём проблема? Достаем пистолет и делаем экшенку. Нет, мы лучше ждём, когда они проходят и безо всякого экшена заходят. И к нам не прибегает ещё человек пятьдесят, и ты не тратишь свои патроны. Муха никто не слышит? Нет. Нет? Если пролетает одна мушка… От, надо. так ну ладно давай аккуратно чем поворачивается он что-то почувствовал я надеюсь не бабы ты куда пошел ты думаешь оттуда безопаснее быть вот тут можно не ползти теперь вообще при любой опасности ползать один товарищ заползал вот сюда вот лежа выйти вот коровники то есть в отделении ему поломала ноги давайте проверим этот миф нам кстати кто-то писал что мы с артуром уже как разрушители мифов то есть нам говорили что там лежит рация и пойдемте проверим да мне не особо охотно проверять это у нас есть передача игровые мифы там типа мифы вот battlefield идет война там какая-то миссии типа что там один чудак тупо жрет стреляют он все бутер хавает правда оказалось я посмотрел видео на ютюбе где проверял можно ли подпрыгнуть когда в тебя ракета летит выживешь ли ты хотя я видел видео где чудак выпрыгнуть самолетов battlefield и третьем стреляет в соседней из базуки и назад садится да и музыка из команды америка играет ой да там вообще такая же видео из джеймс бонда смотрел где он там с ручки-то прыгал во время прыжка убил человека в вертолете если у него на джеймс бонд это джеймс бонд почему я встал ползи ой если ты нас сейчас спалишь что я тебя застрелю на пузе ползаем так здесь так очень кстати заборчик находится в последнее время кстати много зрителей заметила что артур все время себе тесты это делать я тебя пристрелю не мы реально пристрелю просто артура спасение время много людей начнет замечать что я реально буду стрелять потому что если нас всех убьют то потом я никогда не забуду тебе 5 часов молчи ты там вообще кошмар смотри пиар тут ну да тут есть боль болеутоляющие никому не больно мне больно слушая а ведь он прав он зовет пиар он сейчас в телевизоре кто-нибудь берет болеутоляющие ли я беру а забираю меня их сколько один два не сложу тогда на всякий пожарный рейтинг у меня пять штук мне хватит но у меня в рюкзаке лежит тоже еще одну так что у нас тут по дома куда мне вообще столько патронов к этому джи семнадцать ой блин мне берете период у меня для камера что тышь крыш мне мне кстати так вот у этого это нельзя же наполнять где вот такой этот фонтанчик нет нельзя помочь только у кого попробую а то у меня две пустые вот тут воды-то нет было бы странно конечно но они нет мы нашли еще один новый бак не на прибор это логично что здесь воды нет поэтому мы наполнить не можем если мы пополнили вот так тадам так тадам так так машина там машина стоит видите где на колесах где с колесом пятым да это целая машина похода нет это сломана машина я не уверен поэтому туда идем но нормально стекла выбираю только колес не вижу есть они нет колес нет шин двух шин нету по-моему youtube здесь можно собирать так если кого-то замечает давайте сразу обговорим бежом в коробке нет и если люди то понятно что варим наглухо да колес нет но машина по моему полностью нужно но раз колес не значит моя машина для нас беспорядка нет значит машина настоящего осторожно 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 так нам нужно два колеса три колеса но мы прикинь мы первую машину нашли засток из я даже от момента ребят я понимаю но у нее вроде здесь нельзя так колес нет что ты туда сядешь а сесть все равно есть все равно должно быть можно ну да есть есть пикап может можно а как пока сохранить пикап что это значит это то есть то есть его сохранишь на сервере если ты куда-нибудь увезешь и потом в том месте будет да если не зайдешь туда так здесь лежит рюкзак фиговый все равно не понял ну ладно так мы находимся рядом блин я не хочу полить где это находится это находится в гвозно нет нет мы все равно и не еще и на этом серваке когда еще значит город на машину ездить поздно кружи нет я запекаю вот это твоя глаз на глаз на глаз на глаз на я знаю что такое за я запекаю все запеки выполнить где-то в гвоздях так ярослав тебя сейчас заметят нет я не заметишь блин чем не должны заметить я сразу за шепард я сразу за артуром такая скамеечка приятно памятное дерево вот блин были в электрозаводске там на его может можно было найти все что нам надо я там находил два двигателя боюсь и бежим 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 обратно в амбар это был ангар коровник но бьют и тебя тебя бьют да нет это не меня бьют сиди на месте проверьте я сейчас еще кучу народу сагрится ночью все это стреляет я знаю потому что вход так заходите на середина зомби прям телепортируется ой так а вы где ребята я и не отзади стрелите джек шепард где я захожу из боковой сторон с другого входа вошло что я убил там я все боялся просто у меня просто залагала в этом момент как раз так ну чё патроны потратил давно экшен не было полезно я так не хотел затирать этот чат а чё да господи один человек ладно ну сейчас просто ему ответить и понесется опять не должно ты наивно из чего стрелял я у тебя тоже 17 до достаточно тихо шараш на удивление да смотри как мы чтобы когда играли она вообще блин там после выстрела звука мы просто лишь в чем дело было мы попали в место где все глючило и там зомби респаунились быстрее чем успевали их убивать это разве не не там тем мы 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 с тобой это было именно в этой деревне кстати это было я не знаю где вы там были я помню где мы были где нет ни с тобой в пусть и были в тот дом кстати наверняка может зайти я правда не уверен так или не подождите секунду чё тут там закрывающий гараж какой-то пар лежит так чё ждем сейчас идем офигеть вообще прям по дороге идем магазин для поэма я посмотрел хабарик вот этот дом интересно можно быть зайти нет нельзя это другой маленькой ау прыгает дедушка не сломай себе кости а тут нет ничего ой прям передо мной артур появился офигеть и не выстрелить смотри с перепугу палец палец то на кнопку нам лежит прыгун не знаю кого он заметил как кто куда валим ну конечно чаще остается заходи внутрь он бежит за ярославом похоже я вообще на пузе полз написали что шадерферу был убит надеюсь это у меня у зомби есть имя так давайте уходим уже ли настолько тихий пистолет уже он они по бокам рычал я стоял там кстати я убил я убил бы ему вообще самый тихий стали полом колькин довольно громкий самый стихий полета там 1911 с лошаком кстати видел дробовик такой пневмотик тихо тихо спереди зомби уходим вправо да твою откуда их столько 780 ну да респаун тут неплохой зомби да уж неплохой так ну вроде не собрался муха пролетела яга так он там еще дальше домики но я думаю на этом на серии надо заканчивать фу артур такой блин постоянно за время тебе платят за то что ты делаешь серии да вообще блин миллиарды бешеные мне платят продался он с нами делится на самом деле это конечно все глупости ну что в следующей серии куда мы пойдем на самом деле тоже сяду пожалуй мы пойдем в зеленогорск да мы все так же пойдем зеленогорск через черный замок наверно да он через чертов через чертах наверно хотелось бы нам туда заходить снова или нет после да хотелось бы да хотелось бы хотел верю ну короче говоря ладно это все будет следующей серии увидимся с вами завтра с вами были ярослав джек шепард и артур попрощайтесь бойцы пока до скорой встречи пока 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 а